Время, пожалуйста. Большое спасибо вам. Не спасибо, а успели. Заходите. Как вас вы? Притягивайтесь. Хорошо. Вы абсолютно нормальные казенные игрушки. Просто я рефлекторно уже ищу сразу проблему, которую вы мне хотите поставить. Хочу ей заниматься сразу. Спасибо. Что вас удивило? Будем сейчас проблему высказывать. Давайте, давайте, друзья. Слушаю вас внимательно. Ну, значит, не давай, можете не начать никогда. Значит, у Хорокстова Алексей Анатольевич меня зовут. Алексей Анатольевич. Да. А вы? Владимир Юрьевич. А у меня Николай Койкович. Николай Койкович, да. Он, к сожалению, заболел. А вот пришли, да, незаявленные товарищи. Владимир Юрьевич, Алексей Анатольевич. Алексей Анатольевич. Да, Анатольевич, да. Слушаю внимательно. Меня вы знаете. С нами и люблю. Значит, улица Сороктова, Владимир Юрьевич. Семь. Есть... Там располагаются гаражи с начала 90-х годов. Угу. Это гараж-стоянка, куда должны нас переместить. И административно-офисная стоянка. Причем во всех проектных документах написано, что в первую очередь должен строиться гараж-стоянка, чтобы нас переместить. А потом уже на собою юридичность административно-офисная стоянка. По планам в 2009 году все должно было быть уже построено. К сожалению, до сих пор у инвестора, зао ГАУС, нет до конца оформленной документации. И в очередной раз ему продлили до первого июля оформления документации. Значит, на этот этап отводится полгода. В 2007 году это должно было бы произойти. До сих пор этого еще не сделано. Поэтому у нас создается впечатление. Да, при этом проводятся активные работы для того, чтобы наши гаражи снести. Под разным предлогом. Значит, мы все поддерживаем постановление ГИЗ-28. Мы очень хотим, чтобы оно побыстрее было реализовано. И чтобы мы переехали в цивилизованный гараж. Ну так вот, значит, при этом инвестор постоянно предпринимает шаги для того, чтобы нас просто снести. Причем частенько используются незаконные способы. Ну вот, кстати, в интервью телеканала «Москва-24» Каспаря Финаева говорила, что да, инвестор иногда там вот что-то не так делает, допускает ошибки, но мы его поправляем. Ну, я вам могу сказать, что вот по последним ошибкам возбудили несколько уголовных дел. УВД яснило. Вы написали заявление туда? Да. 4 января, 14 января. Да. Уголовное дело возбуждено, следателю вызывает. Да. Вот я сейчас от вас поеду к дознавателю, меня пригласили, да, давайте показать. По факту разрушения, незаконного разрушения строений ГИСКО-съемных. Ну так вот. И вот последнее, значит, буквально когда это было. Ну и для того, чтобы нам быстрее выполнить это распоряжение, мы провели ряд. Да, по нашей инициативе состоялась встреча. Да, с участием депутата. С участием депутата нашего муниципального. На встрече присутствовал представитель ГАЛСа, инвестора, и члены нашей управы. Это вторая встреча, это протокол второй встречи. То есть мы хотим, чтобы помочь инвестору, как бы нам вот без неудобки выполнить это же. Да, то есть найти какие-то выходы из ситуации. И буквально на следующий день после вот наших... Кончертович, можно я, извините, попрошу вас сразу, если можно, вот алгоритм выхода из ситуации. Алгоритм выхода, да, пожалуйста, значит... Ну продолжаем. Да, пожалуйста. Ну так вот, значит, чтобы выйти из этой тупиковой ситуации на сегодняшний день, мы вот выступили инициаторами, значит, встречи, да, с тем, чтобы какие-то пути нащупали. Варианты тоже. Да. И мы предложили следующий вариант, что как и предусмотрено в проекте, инвестор строит в первую очередь гараж-стоянку. Вот в это время мы перемещаемся на вторую половину, благо территория у нас большая. Большая. Да, то есть это вполне возможно. По вот документации все получается хорошо. После того, как построена гараж-стоянка, мы перемещаемся в гараж-стоянку, освобождаем место оставшееся. И там осталось... Скорее, я прошу прощения, а вот это решение, о котором вы говорите, такое вот, часть освобождаем, часть освобождаем, оно в каким-то документам отражено? Дело в том, что есть у инвестора, значит, формативные документации по строительству. И, в частности, там есть календарный план. И вот в этом календарном плане, там прямо нарисован график, что в течение первых десяти месяцев строится гараж-стоянка, потом начинается строиться... Почему я уточнил? Все-таки это есть в каком-то документе... Да, да, да. Там написано, вот эти прочие производства и в плане организации строительства. Поэтому мы просто сослались на название. Понятно. Вот, поэтому это все предусмотрено, это все есть, да, то есть это не противоречит ничему, да, вот наше предложение. Но почему-то и в управе нашей, и инвестор заявляет, что в первую очередь будет строиться административное здание, вот, и нас просто вот надо снизить. Конечно, снизить вопрос. Значит, мы провели две встречи. Первая встреча у нас была с участием управа. Госпожа, значит, Елена Викторовна Корнеева, Сергея Анатольевича Родин, депутат наш, Кокарев Владимир Григорьевич, и вот ГАЛС. Вот, мы все им рассказали, они говорят, мы будет следующая встреча, принесем вам строительную документацию. Принесли документацию, мы все посмотрели, и говорим, так вот же у вас по документации все отлично уходит. У них единственная в этом проблема, что они решили построить свой котлован одним этапом. Хотя по строительной документации написано, что оборудованный котлован рекомендуется проводить два этапа строительства фундамента. Сначала это, потом это. То есть у них и по сетевому графику сначала гаражи, потом офисное здание. И по котловану сначала фундамент, потом этот, и заезд пандусный один. И мы им говорим, у нас люди горячие там в кооперативе, они говорят, когда же вы сносите хрущевки, вы людей не выгоняете на улице, вы сначала и предоставляете жилье, а потом сносите хрущевку. Давайте мы проведем линию по лам, то есть на территории ГСК, и мы сами же уберем, все вам очистим, поможем вам, чтобы вы нам построили гаражи, чтобы мы туда цивилизованно перешли. И когда мы об этом договорились, вот это было 13-го среда, да, 13-го, и мы закончили нашу встречу у депутатов в 6 вечера. 13-го? Февраля. Февраля. Да. И сейчас сколько? Да, да. Мы это все закончили, а где-то во сколько? В 18.42. На сайте управления появилось вот такое уведомление. Нам ультиматум. То есть нам ультиматум, срок вам 6 дней, вам убраться, и вы будете снесены силами управления. Причем, значит, здесь речь идет о 614-м постановлении правительства Москвы от ноября 2012 года. Значит, там есть приложение номер 2, значит, где перечислены некапитальные объекты строительства, которые должны быть демонтированы или перемещены. 56 страниц приложения. Да. Значит, мы очень долго искали там наш адрес, мы там его не нашли. Потом нам в управе, вот когда мы были... В управе написано, получать дополнительную информацию, можно вот там написано, в кабинетах каких-то... Да, значит, мы, когда пришли в управу, ну, во-первых, нас долго очень не пускали. Ну, и собрали людей, объяснение ситуации, пришли в управу с этим письмом. Это было у нас четверо. Нас пришли. Сразу на следующий день. Значит, нас где-то минут 20 не хотели вообще в управу пускать. Говорят, что нас здесь не ждут, что управа – это режимный объект. Вот. Что мы не записаны, что вышли не приемные часы. Да. Вот. Потом оказалось, что никого почему-то в управе нет. Да, кто-то болеет, кто-то уволился, кто-то на выезде, кто-то на заседании. Вот. Оказалось, что, например, начальник сектора, отвечающий за гаражи, она на месте у себя, в кабинете закрылась. Вот. Потом, ну, в результате, через там около двух часов мы там провели в управе, да, вызвали вообще-то наряд полиции, хотя мы вроде там тихо себе. Все сотрудники, с кем мы говорили, от одного. Мне кажется, что вы люди вполне законопостроенные, адекватные. Да, да, да. Это в стиле Звитнево, она все время нас парится. Все сотрудники управы говорили, что они к этому уведомлению не имеют никакого отношения. Причем нам полтора часа мы потратили только на то, чтобы понять, что это действительно управо писало. Они говорят, что мы к этому отношению не имеем. Коллеги, ну давайте, можно я, Алексей Анатольевич, я извинюсь, извинюсь просто потому, что у нас с вами чистовременные проблемы, а я хотел бы, чтобы мы, по крайней мере, я услышал четко предлагаемый вами алгоритм и поразмыслил над ним, для меня это важно. При необходимости мы бы это сделали вместе с этими коллегами с правовладателем нынешним. Может быть, это полезно было бы сделать совместно, может быть, это полезно было бы сделать в каком-то различном режиме. В любом случае, поискали бы вариант решения, который бы вас устроил. Значит, можно небольшую ремарку? Обязательно. Значит, смотрите, 13 ноября мы были на приеме у Виктора Семеновича Фойера, в этом же кабинете. Да, в этом же кабинете. Вот, значит, он нам тоже обещал, что... Ну, пошли, фирмы словами сказал, так же, как вы. Я послушал. Да, наверное. Он нам сказал, дайте мне, пожалуйста, одну неделю я встречусь с инвестором, и через неделю-две мы встретимся втроем. Да. В результате... Я сказал, что давайте я попробую вместе с вами услышать ваш алгоритм. Да, мы услышали. Вот приземлить. Вот смотрите, но дело в том, дело в том, что 24 декабря мы получили силовой захват нашей территории, да, разрушение строения, преодолевающего ГСК Черемуха, и вот по факту как раз этого захвата, разрушение сейчас, в принципе, несколько голодных дел. И люди очень обижены. Мы префекты, которые обещали нам трехстороннюю встречу, а вместо этого мы получили частный охранный предприятий, штурм, слон ворот, слон бытовки, слон... Да, и два человека у нас оказалось в реанимации по итогам. Да что? Да. Это Виктор Васильевич Кошечкин и Владимир Анатольевич Подлесных. Да, нет. А что случилось-то? Во время ночного захвата их просто бросили на землю. Да, и немножечко так... Немножечко так применили физическую... У нас об этом есть видео. А учитывая... Если есть там такие факты... А учитывая... Пробой, надо... Да, ну вот именно... Главное дело, возможно, нужно. И мы имеем дело опять с этим же предприятием, с этим же инвестором. Поэтому мы сейчас говорим, что нам очень понравились переговоры, которые им ввели, но нам очень не понравился ультиматум со стороны... Управа. Галины Львовной-Избитниной. Да. Она нам обещала 22 февраля... Что у нас несут? Без судебных приставов. Да. Значит, а дело в том, что мы очень подробно изучили 614-е постановление. Там речь идет о временных постройках, не капитальных, да? И незаконных. Значит, дело в том, что по нашему ГСК в свое время инвестор обращался в суд, чтобы признать нашей стране незаконными. Суд вынес решение, что наши гаражи законно возведены. Это первое, и второе, они являются капитальными объектами, да? И поэтому Управа самовольно... Касатальными объектами? Да, конечно, да. Мы... Да, мы... Буксы не металлические? Это не бетонные гаражи. Да. Вот. Более того... В том числе, это все такие? Да, да. Вот более того, в градостроительном кодексе под капитальным строением, понимается, любые здания. Там не указано, из чего они построены, да? Вот. Поэтому получается, что не очень законно, да, нас как-то вот включили, да, вот по первому приложению 614-го постановления, да, нас выявили как незаконные и как некапитальные, да, некапитальные. То есть, ни то, ни другое не соответствует действительности. Значит, прокуратура уже направленная. И в суде проводим тоже заявление соответствующего. Наверное, право. Да. Но здесь есть небольшой нюанс. Дело в том, что на официальных сайтах не выложена информация, да, ни по акту, нет, мы не нашли ни акт, и мы не нашли приложение номер 2, вернее, протокол номер 2, решение окружной комиссии. То есть, выдавление ссылается на документы, которые... Да. Вот. Поэтому мы вас очень просим. Промандаю же, да. Там у вас есть это, да. Значит, предоставить нам заверенные копии акта обследования, первое, и второе, это решение окружной комиссии. Чтобы мы подали в суд на управу. Да. Хорошо. А второй момент, мы хотели бы, просто, Олег Ильич Иванович, у вас предупредить, что одно уголовное дело уже есть. Много уголовного дела. Да, да, и люди настроены, очень обиделись, очень, ну, право я снял. Поэтому, если 22-го Галина Львовна придет с бульдозерами сносить, то пусть ждет, что обиженные люди могут предпринять какие-то... Да, и в том числе не совсем обдуманные могут быть. Не совсем обдуманные, а люди разные, у нас 140 человек. Коллеги, можно, извинюсь, вот, мы немножко исчерпали наш лимит. Самое главное, скажу на мой взгляд. Хорошо? А вы мне, если не нужно, поправите. Ну, первое. Мы находимся в рамках правовых решений исключительно. Мы не совсем не будем. Вот мы находим, мы с вами будем следовать исключительно тем нормам, которые нам предписывает сегодня законодательство. Вот исключительно и не выходим за рамки правового поля. Это первое. И здесь иного здесь не дано. В рамках ли 614-го постановления, в рамках ли иных каких-то документов, в любом случае это правовое поле и точка. Никаких, не знаю, там, обид, не знаю, неправовых решений быть не должно. В принципе, вообще. Про алгоритм, который вы предлагаете, я услышал. Значит, то, что мы обсудим эту историю вместе, в том числе и вместе с инвесторами, вместе с правообладателем, это я вам обещаю. А дальше примем какое-то решение, которое бы по возможности устроило. Хорошо. А когда мы узнаем о результатах ваших разговоров с инвестором и каким образом мы их по поводу вот этого обращения? Постараюсь, чтобы это было максимально быстро. Хорошо. А когда можно получить копии акта и протокола? Ну, направим ваш адрес, ответ официальный. А может быть, мы подъедем просто, почта не всегда хорошо работает, а время у нас очень ограничено. Обязательно, договоримся. Может быть, тогда мы договоримся, в какой-то день можно будет подъехать и получить здесь? Ну, в любом случае, мы же должны вам это в форме ответа дать официального. Да. Договорились? Да, ответ дается в течение 30 суток. Конечно. А сносит нас совершают в пятницу. Уточню, что за пятницу. Кто обещает? Да, до 21 февраля. Никаких неправовых решений Галина Львовна Сбитнева принимать не будет. Договорились? Коллеги, я прошу. Ну, очень надеюсь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Мы все люди, и мы как-то должны друг к другу с уважением относиться. Ну, просто я привык, что люди друг к другу с уважением относятся.